Финляндия укрепляет свои границы. Правительство направило на контрольно-пропускной пункт Вартиус, на границе с Россией, вооруженные силы для помощи пограничникам. Также на КПП началось строительство временных заграждений после роста количества нелегальных мигрантов с Российской Федерации. Это мигранты из третьих стран. Они формируют целые поезда мигрантов, караваны, которых подвозят к границе, им дают инструкции. Некоторые группы мигрантов, пытающиеся проникнуть через границу, спровождают переодетые пограничники или ФСБшники российские. Граница Финляндии с Россией длиной более чем тысячу километров. За последние недели здесь неожиданно появились несколько сотен желающих пересечь границу. Все они без документов. Это все полностью сценарий был обкатан во время миграционного кризиса в Беларуси. Один в один. Штурмы, заграждения, попытка группами через молниеносную атаку пересечь линию разделения, забор или саму границу. Ночные вылазки, переплавки на плавсельствах и тому подобное. Причем малыми группами, разный состав. Если женщины с детьми, то на картинку соответственно. Вот не пускают в Европу. Все по лекалам белорусской спецоперации. Поэтому власти решили позакрывать пункты пропуска. Работать перестали четыре пограничные пункта, расположенные вдоль границы Восточной Финляндии. Ограничения будут действовать до 18 февраля 2024 года. Но при необходимости могут быть продлены. Я уверен, что будут мероприниматься, усиливаться защита, будут перебрасываться военные подразделения. Скорее всего, будет запрос на какую-то операцию, возможно, совместное военное учение в Финляндии и других партнеров по НАТО, чтобы показать серьезность намерений. В Хельсинки заявляют, что российские пограничники специально пропускают людей без виз и помогают им добраться до границ. Все эти попытки русских расшатать, найти слабину, показать несостоятельность линии защиты новых границ НАТО, они, на мой взгляд, обречены на провал, потому что все-таки Финляндия не одна сейчас уже. Во-вторых, Финляндия, будучи даже независимой в истории отношений, более кооперационная и по торговле с Россией, Финляндия все-таки, понимая угрозы территориальной целостности и помня исторические прецеденты, наращивала военный потенциал, создавала собственный ВПК, производство собственной линейки техники военной, боеприпасов. Поэтому какими-то миграционными кризисами, оказание давления миграционного на Финляндию, принудить ее пересмотреть свое отношение к НАТО, создать волну за выход из альянса, ну, он вряд ли удастся. В Финляндии уверены, это намеренная дестабилизация их страны со стороны Кремля. Сейчас речь идет не только о кризисе на границе, миграционном кризисе, но и в том, что Россия пытается силой принудить к диалогу, силой принудить к принятию неких решений, которые не совпадают с национальными интересами той или иной страны. Вот в Финляндии это так. Сейчас в Финляндии на себе будет чувствовать давление России все увеличивающееся, скорее всего. Я не думаю о каком-то военном инциденте, но то, что будет провоцироваться волна за волной, миграционном кризисе, давление, создание ажиотажа, прекращение какого-то аэропотока, блокирование финских перевозчиков на границе и так далее, это однозначная ситуация. Ранее у здания парламента Финляндии около ста русскоязычных граждан устроили протест против закрытия границ. Мы, разумеется, полностью за то, что Финляндия имеет право защищать свою безопасность. Мы тоже живем здесь, мы тоже хотим безопасности. Но принятые сейчас меры кажутся нам нелогичными, неэффективными и, конечно, очень сильно попирают нас в своих правах. Поэтому большая просьба нас услышать и ставить возможность тем, кто имеет законное право въезжать в Финляндию, делать это на юго-восточных КПП. Потому что через север очень многие категории населения просто не смогут это сделать. Закрытие пунктов пропуска не первые ограничительные меры, которые вела Финляндия против России. За последние два года Хельсинки запретили въезд российским туристам, позволяя только тем, кто имеет вид на жительство или гражданство ЕС. И ввели запрет на въезд зарегистрированных в России автомобилей. Эти ограничения будут действовать вплоть до полного прекращения агрессии России против Украины. Редактор субтитров А.Семкин